Добрый день. Сегодня мы поговорим о такой теме, как государство и экономика. Хотя очень часто экономисты склонны представлять дело так, как если бы рынок был полностью саморегулирующимся, вполне очевидно, что это скорее и даже наверняка теоретическая абстракция. Рынку присуще большое количество недостатков, эти недостатки можно назвать его провалами. Это такие вещи, как отрицательные экстерналии, рост социальной дифференциации, углубление процессов монополизации, которые неизбежно связаны с развитием рыночной экономики. Все это заставляет нас задуматься о том, каким образом могут быть компенсированы, сглажены провалы рынка и логичным образом приводят к вопросу о вмешательстве государства в экономику. Государственное вмешательство, то есть те функции, которые государство выполняет в рамках экономической системы, это прежде всего регулятивные функции, функции экономического регулирования. Нужно заметить, что в деятельности государства вопросы экономического регулирования не отделены практически от вопросов регулирования правового. Скажем, когда государство осуществляет антимонопольное регулирование или защиту прав потребителей, то здесь соединяются политические, правовые и экономические аспекты. Важно также помнить о том, что именно государство является источником производства общественных благ, для создания которых рыночные механизмы очень часто не приспособлены. Развивая социальную инструктуру или, скажем, финансируя оборонные расходы, государство тратит свои собственные средства, то есть, собственно, использует государственный бюджет. Кроме того, государство может также выступать третьей стороной при решении тех или иных конфликтов между юридическими лицами в первую очередь. И тогда можно говорить об участии государства в судебном регулировании экономических процессов. Нельзя забывать и о том, что государство пытается своей деятельностью сглаживать отрицательные экстерналии, скажем, накладывать штрафные санкции на те предприятия, которые загрязняют окружающую среду своими выбросами. Кроме того, традиционно считается, что именно государство должно бороться с макроэкономическими колебаниями, поддерживать курс национальной валюты, сглаживать инфляцию и бороться с высоким уровнем безработицы, как это происходит сейчас в Соединенных Штатах. Помимо этого, к деятельности государства относятся также создание каналов обмена информацией и различные способы регулирования, которые вызваны необходимостью компенсировать те различия, которые существуют между игроками рынка в силу их размера и доступных ресурсов. Важным вопросом является проблема методов, так сказать, форм государственного вмешательства в экономику. И этот вопрос действительно нетривиальный, потому что государство, с одной стороны, не может не вмешиваться в экономику, а с другой стороны, радикальное государственное вмешательство в экономику фактически кладет предел развитию ее как целостной системы. Особенно, например, что государство должно осуществлять те или иные формы правового регулирования, но каким образом? В форме уголовного преследования или в форме тех или иных инструментов административного права. Скорее следует высказаться в пользу второго варианта, то есть в пользу предположения о том, что государство не должно выступать в качестве карающей руки в экономике, а скорее стремится применять мягкое административное регулирование, вводя, например, те или иные квоты или лицензии. Если мы спросим себя, как именно государство может вмешиваться в экономику, то увидим два основных варианта. 1. Государство может напрямую финансировать определенные предприятия или даже отрасли, как оно это делает, скажем, в отношении автомобильной промышленности в России, а может участвовать в экономике косвенно, мерами фискальной, бюджетной или какой-то еще политики. 2. Проблема заключается в том, чтобы как можно реже прибегать к инструментам прямого воздействия государства на экономические процессы. Это важно потому, что в противном случае экономика как бы отучается работать сама, а с другой стороны мы утрачиваем точное понимание того, где заканчивается государство и начинается свободная деятельность других хозяйствующих субъектов. Важно помнить, что вмешательство государства в экономику — это не только благо, но также и определенный недостаток. Прежде всего потому, что мы практически лишены определенных критериев эффективности деятельности государства в экономике. Кроме того, государство, стремясь прямо поддерживать тех или иных производителей, очень часто нарушает баланс собственных доходов и расходов, влезает в огромные долги и становится, если говорить на языке, который чаще применяется к другим субъектам экономики, банкротом. Для характеристики развития национальной экономики используется так называемая система национальных счетов, которая описывает совокупность взаимосвязанных макроэкономических показателей, позволяющих нам достаточно объективно оценить динамику тех или иных процессов в экономике. К числу важнейших параметров системы национальных счетов относятся, например, валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт. Валовый внутренний продукт или сокращенно ВВП — это совокупная рыночная стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены на территории данной страны за определенный период времени. Участие государства в производстве ВВП измеряется путем оценки доли зарплаты, полученной государственными служащими. Можно по-разному вычислять ВВП, посчитать сумму расходов населения, государства, фирм и всех, кто участвует в национальной экономике. Можно обратить внимание на то, какая часть уходит на конечное потребление. Существуют и другие способы оценки ВВП, но важно понимать, что каждый из них работает только в совокупности с остальными, потому что оценить динамику сложного процесса, как макроэкономическое развитие отдельной национальной экономики, не представляется возможным в рамках какой-то одной заранее заданной и навсегда определенной стратегии. Близким к ВВП показателем является валовый национальный продукт или сокращенно ВНП. В данном случае речь идет о том, что было произведено при помощи принадлежащих гражданам данной страны средств производства не только на ее территории, но и за ее пределами. Между ВВП и ВНП существует определенная разница, но она часто бывает не очень значительной, в пределах 2%. Еще один параметр — это чистый национальный продукт. Он отличается от ВНП тем, что не включает амортизационные исчисления и фактически ограничивается только объемом произведенной и потребленной продукции. Если вычесть из чистого национального продукта косвенные налоги, то мы получим то, что можно считать национальным доходом. Если хотим вычислить личный доход, то нам нужно определить объем поступлений до уплаты налогов, а также те трансфертные платежи, которые осуществляются отдельными экономическими акторами. Важно помнить, что любой экономический показатель из тех, что я анализировал, и в особенности ВВП и ВНП, не являются абсолютно репрезентативными. Это связано с тем, что они не охватывают, прежде всего, в силу тех способов оценки, которые применяются, ряд очень существенных и часто весьма распространенных способов деятельности. Не совсем ясно, как описать при помощи таких категорий как ВВП или ВНП репетиторскую деятельность и многие участки теневой экономики. Поэтому очень часто экономисты применяют еще ряд понятий, которые призваны компенсировать теоретические слабости тех абстракций, о которых я сказал раньше. Говорят об индексе развития человеческого потенциала или о каких-то других величинах, но в любом случае все они в любой ситуации применяются совместно. Особенность макроэкономического анализа, особенность заключающаяся в том, что ни одна стратегия не является исчерпывающей и всегда нуждается в дополнении и развитии со стороны других стратегий, является тем, что определяет для нас с одной стороны перспективы макроэкономического анализа, а с другой стороны его ограничения, необходимость основывать те результаты, которые получают экономисты в очень тщательной социологической и политической работе. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. Всего доброго!